В ходе осенне-зимней 1941-1942 годов компании Германии и СССР выяснилась слабость многих стоявших на вооружении вермахта, колесных и полугусеничных транспортных средств. Машины буксовали в грязи и застревали в глубоком снегу, а их высокооборотные двигатели плохо заводились на морозе и выходили из строя при движении по грязи. В этих условиях необходимо было компактное транспортное тяговое средство, имевшее полностью гусеничный движитель и менее капризный мотор. Особенно нужен был такой тягач для транспортирования противотанковых орудий зимой и слякоть. Самое интересное, что в этот момент неожиданно для немцев хорошо показали себя советские гусеничные артиллерийские тракторы типа Сталинец С-65, СТЗ-5НТ и Комсомолец, которые сначала были проигнорированы представителями управления вооружений сухопутных войск, так как не отличались скоростными показателями и не годились для молниеносной войны. Но уже зимой тракторы русского типа все больше показывали свои преимущества проходимости в условиях отсутствия хороших дорог. После завершения битвы за Москву командованию вермахта стало ясно, что немецкая армия остро нуждается в дешевых и простых в обслуживании, кусечных в тягачах повышенной проходимости. Танковая комиссия Рейхс-Министерства вооружения и боеприпасов под председательством профессора Порше выполнила эскизный проект такого тягача совместно с инженерами концерна Штайер-Даймлер-Пу. Причем проект был выполнен без участия специалистов управления вооружений сухопутных войск. Трудно сказать, чем могла бы закончиться намечавшаяся тяжба между этими двумя ведомствами, если бы Гитлер вдруг не высказался в защиту концепции гусеничного трактора русского типа с большим клиренсом для применения в условиях русских снегов. По мнению некоторых исследователей, именно Гитлер и дал новому трактору прозвище Rautenschlepper Ost, сокращенно РСО, что в переводе означало что-то вроде тягач, следующий на восток. Все главные части нового трактора заимствовались от хорошо освоенного в производстве грузового автомобиля «Штайр». Сердцем трактора стал 8-цилинровый V-образный бензиновый мотор объемом 3,5 литра и максимальной мощностью до 85 лошадиных сил. Подвеска простой конструкции, казалось, задумывалась для производства только в условиях военного времени. Опорные катки предполагалось изготавливать штамповкой из листовой стали. Гусеничные траки шириной 340 мм также не имели резиновых подушек, как у тракторов-полугусеничников, и могли изготавливаться даже из нереагированной стали. Братство кабины отличалось спартанской строгостью. Все это снижало, без сомнения, скоростные характеристики тягача, но делало его дешевым в массовом производстве и обслуживании. Но главный тягач имел очень большой клиренс, что как нельзя лучше сказывалось на его проходимости в прязи и снигу. В декабре 1941 фирма «Штайр» получило заказ на изготовление опытной партии в 50 тягачей РСО. Уже весной 1942-го тягач подвергся незначительным переделкам, направленным на некоторое упрощение выпуска. Но несмотря на производственные доработки, объем выпуска тягачей в значительной мере сдерживался тем, что трактора изготавливались на тех же сборочных линиях, что и очень нужный вермахту грузовой автомобиль. Кроме того, выяснились и некоторые недостатки высокооборотного бензинового мотора при его работе на тракторе. Летом 1942-го фирма «Клёпнер Гумбельдейтс», подключенная к серийному выпуску, предложила свою версию этого тягача, в котором нашлось место удачному 4-цилиндровому дизельному двигателю KHD F4L-514, оказавшемуся более подходящим для работы в тяжелых условиях эксплуатации. Осенью 1942-го было принято решение о дальнейшем увеличении объема выпуска гусеничных тракторов, который к январю 1943-го должен был составить 2000 машин. Для этого конструкция подверглась очередной волне упрощений, нашедших место в изделиях RSO-02, а в 1943-м и RSO-03. Главным внешним отличием этой модификации стала эрзанская бина, упрощенная формой из дерева и листовой стали. Однако плаву 2000 машин до конца года выполнить не удалось, и всего до января 1943-го было выпущено 1452 тягача. Весной-летом 1943-го рассматривался вопрос использования шасси RSO как носителя всевозможных систем вооружения, главным образом противотанкового и зенитного. Но это казалось не так-то просто из-за маленьких размеров самого шасси и его грузовой платформы. В августе 1943-го на испытания вышел истребитель танков, внесший на грузовой платформе 75-мм противотанковую пушку РАК-40. При этом для размещения длинного ствола пушки в машине пришлось отказаться от открытой кабины, хотя оставшуюся ее нижнюю часть защитили противооскуточной броней. Несмотря на массу детских болезней, эта САУ, будучи показана Гитлеру, произвела на него очень благоприятное впечатление, так как теоретически сочетала высокую мощность выстрела, хорошую проходимость и дешевизну. Тут же последовал заказ на изготовление 50 машин для проведения войсковых испытаний и приказ о подготовке в 1944-м серийного выпуска четырехстаток и САУ ежемесячно. Еще осенью 1943-го в кузове небронированного тягача в войсках начали устанавливать открыто 20-мм зенитную пушку ЛАК-38. Правда, в зенитном варианте этот трактор оказался неудачным, так как его центр тяжести был расположен довольно высоко и опыт широкого распространения не получил. Всего таким образом было переделано 12, а другим источникам 20 машин, принявших участие в боях заключительного периода Второй мировой войны. В январе 1944-го прошли испытания 75-мм пушки РАК-40-4 на РСО и был утвержден следующий график их производства март 50, апрель 100, май 150, июль 200 и июль 400. Но, скорее всего, этот план выполнен не был, так как 75-мм противотанковые пушки требовались в том числе для организации массового выпуска легкого истребителя танков Хетцер, обладавшего значительно большими боевыми возможностями и сравнительно невысокой ценой. В 1943-1944-м был выпущен и прошел испытание уменьшенный вариант РСО для горных частей, а также велись работы по созданию плавающей версии трактора, которая была построена в нескольких прозотипах, которые испытывались в различных условиях, но в серию так и не пошли. Но самое интересное, что фактически закончив жизнь на фронтах Второй мировой, РСО, подобно мифической птице Феникс, возродился в народном хозяйстве СССР. История этого возрождения не менее интересна, чем таковая в фашистской Германии. Еще в 1943-м трофейные РСО изучались представителями артуправления и получили очень высокую оценку. Были особо отмечены следующие достоинства тягача. Это дихотливость, высокая проходимость, наличие удачных уширительных снегоходных плитц, простота обслуживания и некритичность к виду топлива. По заказу артуправления ОКК НКТП под руководством Бера провел эскизное проектирование аналогичного изделия с тяговым сиренем около 3,5 тонн от двигателя ЗИС-5М для использования дивизионной и корпусной артиллерии. Однако, это изделие опоздало, так как тягач с подобными характеристиками уже выпускался в СССР серийно. Это был Ярославский Е-12 Е-13 и потому заказ на реплику РСО для душ артуправления в 44-м был отменен. Однако, в 46-м к трактору вернулись когда в КБ по общему машиностроению под руководством Кашперского в Ленинграде были специалисты Ленинградской эсотехнической академии с техническими требованиями на разработку специального трактора для требований леса, который остро требовался для восстановления разрушенной промышленности и строительства жилья. Анализ имеющихся шасси для трактора показал, что наибольшей пригодностью для требований леса обладают шасси РСО, имеющие большой клиент и простую конструкцию. ИСКБ запросили в УГК НКТП эскизный проект артиллерийского тягача разработанного в 44-м. Вскоре работы над трактором были переданы Котину, вернувшемуся из Челябинска в должности главного конструктора Ленинградского Кировского завода. Возглаве уже работает одним Кулин, назначенный начальником тракторного бюро ОГК ОКЗ. В 47-м трактор был прописан в плане опытных работ КБ ОКЗ под индексом КТ-12. И 5 марта 47-го Министерство транспортного машиностроения выпустило приказ завершить опытный работ над КТ-12 и выпустить тракторное испытание в третьем квартале текущего года. Летом 47-го задание на трактор было откорректировано. В частности, в нем предписывалось снабдить все тракторы КТ газогенераторными установками типа ЗИС-21. Это было очень важно, так как снабжать лесосеки бензином или соляркой в то время было трудно, а деревянные черпачки не являлись здесь дефицитом. После долгих премий трактор было решено дополнить лебедкой для облегчения сбора срезанных хвостов в пакет. В ноябре 47-го первые пять опытных КТ-12 с силовой установкой газогенераторного автомобиля ЗИС-21 мощностью 45 лошадиных сил при 2300 оборотах в минуту были готовы и после парада 7-го ноября поступили в Алоссовский лесбромхоз Ленинградской области. Но то, что было хорошо на фронте, не сразу нашло свое место в мирной жизни. Прошел почти год, прежде чем доработанный КТ-12, прошел все испытания и был признан годным для эксплуатации качества трактора для треволки и вывозки леса. 1 января 49-го на Кирарском заводе начался серийный выпуск тракторов типа КТ-12, а в 50-м КБ был разработан также его вариант с дизельмотором мощностью 50 лошадиных сил. Но всерье он в то время не пошел ввиду дефицита таких дизельмоторов. В начале 51-го производство трелевочного трактора КТ-12 было передано на Минский тракторный завод, где он 4 года производился с газогенераторным и 1 год с дизельным мотором. В 56-м трелевщик передали на Минский тракторный завод Петрозаводский, где он пошел производство под индексом ТДТ-40. И до сих пор в лесах на просторах России от ее западных границ до Дальнего Востока можно встретить немного необычный публик трелевочного трактора ТДТ-55М Онежиц, сохранившего в сеге многие черты неказистого РСО, который должен был покорить и по-своему покорил весь Советский Союз до самого последнего дня его существования, точнее, леса Советского Союза. Впрочем, покорил своим трудолюбием и безотказности в наших условиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...